Здоровье Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Камни в желчном пузыре и в протоках – одна из самых распространенных болезней цивилизации. То, что она напрямую связана с перееданием, это подтверждается неоспоримыми фактами. Желчий – каменная болезнь наиболее распространена в развитых странах. В Европе и США ей страдают 20% взрослого населения. Россия также в группе лидеров. Ежегодно у нас проводят около 600 тысяч операций по удалению желчного пузыря. Ну, что, собственно, со всем этим делать? Можно ли избежать сложных полостных операций? Поговорим сегодня об этом с нашим экспертом. У нас в студии заведующий эндоскопическим отделением больницы «Симашка» Алексей Жданов. Здравствуйте. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что пригласили. Очень рад вас видеть. Мы тоже очень рады видеть вас и надеемся получить ответы на вопросы, которые у нас накопились. Ну, мы уже заговорили о желчекаменной болезни, о камнях в протоках, в желчном пузыре. Насколько вообще эта болезнь актуальна? Я вот взяла на себя смелость сказать, что это болезнь цивилизации. Может быть, вы со мной не согласны? Я с вами соглашусь. Эта болезнь действительно очень распространена в последнее время. Распространена она не только по причине переедания, но и по причине неправильного питания. К сожалению, современные люди очень часто сейчас питаются не так, как они должны питаться по-правильному. Питаются на бегу, перекусывают, плюс плохая экология, плохое качество воды. Все это в комплексе сказывается и на развитии желчекаменной болезни, и на ее осложнениях, скажем так. Потому что просто, например, желчекаменная болезнь сама по себе, она может не проявлять себя вообще никак. И у мелких, и у крупных камней есть своя опасность. Крупные плохи тем, что они могут вызвать пролежень протока, например, или желчного пузыря. А мелкие – закупорку протока и вызывают механическую желтуху или острый панкреатит. Когда камни появились уже, что с этим делать? Когда уже понятно, что есть и симптомы, и что они существуют? Когда появились камни, прежде всего нужно, если камни появились, например, и вы их нашли на УЗИ, на диагностике, то нужно обратиться к врачу-хирургу или к врачу-гастроэнтерологу. Определиться, на каком уровне находится камень, есть ли осложнение в виде периодической закупорки желчного протока или этих осложнений пока нет. Если определяется, то четко уверено, что камень есть, то определяется видо вмешательства, которым можно этот камень удалить. Таких видов несколько. Это традиционный оперативный метод, это метод лапароскопии, и метод, о котором мы сегодня с вами хотим пообщаться, это метод РХПГ. Конечно, что это такое? В первую очередь хотелось бы узнать. РХПГ – это эндоскопическая ретроградная холангеподкриотография. Это метод, который позволяет в комплексе эндоскопической оборудования и рентгенской оборудования составить представление о том, что находится в панкреатобилярном дереве у человека, есть ли какая-то в нем патология, и есть ли эта патология есть, что вообще замечательно. Этот метод позволяет эту патологию вылечить, либо как-то облегчить состояние пациента. Изначально метод появился в 60-х годах прошлого столетия и был… Давно. Ну да, достаточно давно. И был как диагностический метод. То есть первые эндоскописты, которые в этом направлении работали, хирурги, задачей была просто получить картинку, рентгенский снимок с протоками печени и поджелудочной железы, чтобы определиться с диагностикой. То есть как бы помочь просто хирургам в дальнейшем введении этих пациентов. А потом эндоскописты и эндохирурги начали уже этих пациентов лечить сами. То есть было совершенствование техники, совершенствование опыта, опыт накапливался, и стало возможно удалить, например, камни даже большего размера, и около 2 см камни удалить из желчных протоков. Их можно раздробить внутри желчного протока. Если, например, возникало препятствие в виде онкологической структуры или в виде доброкачественной структуры, то можно было эту структуру либо рассечь, если она низкая, либо произвести ее стентирование. Давайте сейчас мы, люди без медицинского образования, попробуем все-таки понять, что это за метод. И в первую очередь, наверное, каковы основные показания для назначения такой процедуры? Показания, как правило, для этого метода, если брать экстренную хирургию, то это механическая желтуха. Такие пациенты поступают к нам по скорой помощи. Они отмечают боли в животе, они отмечают пожелтение кожных покровов. И вот таким пациентам можно провести либо классическую хирургическую операцию, либо попробовать полечить их эндоскопически. Вообще без всяких разрезов. То есть человек, как в народе говорят, глотает лампочку. Для человека это то же самое, что ФГС. Вы сказали «либо». Я думаю, человек предпочел бы, конечно, не хирургическую операцию. Это зависит от того, насколько запущена болезнь. Потому что, к сожалению, многие люди обращаются настолько поздно, что уже эндоскопическим помочь нельзя. Если пациент поступает по экстрену, я говорю, как правило, это механическая желтуха. Но есть определенный ряд пациентов, которыми мы тоже сейчас активно занимаемся. Это панкреатиты. Это, как правило, женщины, как правило, молодого возраста. У этих женщин возникает закупорка в самой нижней части протоковой системы поджелудочной железы. И, в общем, желчного протока. Так называемый бильярдный панкреатит. Когда камень закупорит оба устья протоков. И возникает острый панкреатит. Такой достаточно тяжелый панкреатит, который может в дальнейшем развиться в панкреонекроз. То есть гибель поджелудочной железы. Вот таким пациенткам мы, ну, почему говорю пациенткам, потому что, как правило, это женщины, мы помогаем тем, что мы вовремя убираем этот камень, если это камень, либо рассекаем структуру, либо устанавливаем стенд и нормализуем отток желчи и панкреатического сока. Ну, когда такие вещи делаешь, если адекватно раздренированы желчные протоки и проток поджелудочной железы, пациент чувствует облегчение буквально, ну, как говорят, на игле, а это вот на столе. Вот вы сказали, что изначально метод появился для диагностики, сегодня его используют и для лечения. А в чем разница в самой процедуре, когда диагностика, а когда лечение? Разница, ну, во-первых, в результате. Диагностика не избавляет человека от заболевания, а лечение избавляет. У этого метода, как и у любого вмешательства медицинского, это несомненно, вмешательство медицинское, есть свои осложнения, к сожалению, их процент довольно маленький, но тем не менее они есть. Поэтому, когда появился такой метод, как МРТ, магнитно-резонансная томография, и стало возможно получить просто изображение желчных протоков неинвазивным путем, не, скажем так, не подвергая человеку никакого риска, Этот метод, конечно, стал более предпочтительным для диагностики. Он безопасный, абсолютно безопасный. Плюс ко всему, на МРТ можно получить даже трехмерную, например, картинку на современных аппаратах. Поэтому диагностическая ценность РХПГ, она ушла на второй план. Но вот лечебная ценность РХПГ с развитием современных эндоскопов, с развитием современных инструментов и современных рентгенских аппаратов, вот лечебная ценность его остается довольно-таки высокой. И в некоторых ситуациях помочь пациенту можно только так. Если мы говорим о вмешательстве, то без всяких разрезов. Вы сказали, что можно с камнями, в принципе, прожить всю жизнь и, может быть, даже об этом и не узнать никогда. Ну вот лежат они себе спокойно. Получается, что нет необходимости прибегать к данному методу? Только при каких-то острых ситуациях? Нет, я бы так не сказал. Необходимость все-таки есть. Своим больным рассказывают так. Например, подходит пациент в возрасте 50 лет, у которого нашли камень в желчном протоке. И говорит, что мне с этим делать? Мне сейчас ничего не беспокоит, у меня все хорошо, у меня все нормально. Я говорю, хорошо, у вас сейчас ничего не беспокоит, но вам сейчас 50 лет, вы молодой, активный, здоровый человек. Когда вам будет 70 лет, вполне возможно, что вас начнет это беспокоить. Вполне возможно, что начнет это беспокоить по острой необходимости. То есть разовьется механическая желтуха или острый панкреатит, или холонгит воспаления желчного протока. И, например, в возрасте 70 лет прогноз на благоприятный исход у такого пациента будет на фоне еще и плюсу острой хирургической патологии. У такого пациента прогноз на благоприятный исход будет гораздо ниже, чем у того, которому 50, и у него на данный момент нету острой хирургической патологии. Поэтому лучше все-таки с такими заболеваниями в планном порядке обращаться к хирургу поликлиники, либо напрямую к нам. А что именно происходит во время операции? То есть технически как процедур. Очень интересно будет. Ну, для многих людей, если вот сказать по-простому, мы же говорим для телезрителей, по-простому, то в народе говорят это глотать лампочку. Глотать лампочку и дробить камни еще в народе говорят. Это про это или это что-то другое? Ну, смотря какие камни, где их дробить. Их можно дробить в почках, можно дробить и в протоке. Но проходит это технически так же, как обычная гастроскопия, которую многие люди делали в поликлинике. Мы всем пациентам проводим премедикацию в условиях хирургического отделения, то есть назначаем сильнодействующие, обезболивающие, вплоть до наркотических препаратов. То есть пациент полностью расслаблен, пациенту не больно, могут быть какие-то неприятные ощущения, но тем не менее, пока, скажем так, еще таких вот невыносимо больных. А с чем это связана вот эта вот мощная премедикация? С тем, что пациент должен лежать спокойно. Когда пациент лежит спокойно, комфортно и пациенту, и врачу. Чем спокойнее лежит пациент, тем быстрее работает врач. Не потому, что он торопится, а потому, что ему нужно меньше времени на то, чтобы успокоить пациента, как-то выбрать нужную позицию для того, чтобы войти в желчный проток. Поэтому мы стараемся пациентов наших обезболить, чтобы им было комфортно и нам. Ну хорошо, проглотил он эту лампочку, а дальше-то что? А дальше на мониторе специального видеоноскопического оборудования мы видим желудочно-кишечный тракт и 12-перстную кишку, в частности, что нас интересует изнутри. Неделю мне было плохо. Меня очень сильно рвало. Состояние было не из лучших. Я даже в обморок падала от слабости. Я ничего практически не ела. Ну, как мы обычно думаем, пройдет все это. Но, к сожалению, не прошло. Пришлось вызывать скорую помощь. Врач скорой помощи рекомендовал срочную госпитализацию, но Наталья Васина решила. Потерплю еще немного. Однако все равно на следующий день оказалась на больничной койке. О том, что ее желчные протоки забиты камнями, женщина даже не подозревала. Когда в отделении предложили провести РХПГ, согласилась сразу. Сил терпеть дальше уже не было. Процедура быстро принесла облегчение. Она не болезненная, ничего. Немножко неприятная, но не без этого. Ну, конечно, на следующий день я жила. Для проведения РХПГ применяется дуаденоскоп со специальной боковой оптикой. На конце шланга установлены лампочка и видеокамера. Она-то и передает на экран изображение желчных протоков пузыря, а также протоков печени. Аналогично можно исследовать и поджелудочную железу. Аппарат, проведен над языком, аппарат надо будет проглотить, как большую таблетку. Вольно не будет. Будет немножко неприятно. Врач аккуратно проводит эндоскоп через пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Прибор должен достигнуть места, где соединены между собой желчный проток и проток поджелудочной железы. Туда вводят тонкий катетер и впрыскивают рентгеноконтрастное вещество. В соответствии с тем, что врач видит на экране, он выбирает дальнейшую тактику. В зависимости от нее в канал эндоскопа вводят специальный инструментарий. Например, если нужно убрать камень, используют так называемую корзинку. Это корзинка специальная. Мы ее называем корзинкой, ну и не мы, а вообще она называется корзинкой, которая открывается и захватывает камень внутри желчного протока. Камень сюда попадает, то есть сам он уже практически отсюда вылезти не может. Тем более, что мы его потом еще и фиксируем вот таким вот образом. Во время операции проводят одну или несколько лечебных процедур. Ретроградная холангиопанкреатография выполняется только опытными эндоскопистами и только в условиях стационара. Чтобы завести катетер в сосочек 12-перстной кишки, необходимо виртуозно манипулировать эндоскопом. Один из уважаемых докторов сказал, что канюляция протока – это не наука, канюляция протока – это искусство. Канюляция – это вход в проток специальным тонким инструментом, трубочкой тоненькой. Это залог вообще успеха всей операции. Если мы попали в проток, то, как правило, все проходит гладко и так, как должно быть. Попасть в проток – это самое главное, от этого многое зависит. А что означают вот все эти приспособления, которые сейчас находятся перед вами? Приспособление – вот здесь вот обычный пластиковый бильярдный стенд. Такой же стенд, только чуть-чуть поменьше диаметром. Устанавливается в проток поджелудочной железы. Диаметр – это около 3 мм. Бывают и тоньше стенды. Всегда или в каких-то конкретных случаях устанавливается? Он устанавливается в случае обнаружения стойкой структуры, то есть сужения протока. Либо что-то давит на проток извне, например, онкологическое заболевание головки поджелудочной железы. Либо есть онкологическое заболевание самих протоков. Такое тоже бывает. И происходит стойкое сужение. Обычно тоже пациенту объясняю, как будто бы на шланг наступили ногой. Вот на огороде течет вода, на шланг наступили ногой. Там, где ниже ноги, вода не течет. А где выше, создается повышенное давление. Наша задача – установить вот такой стенд. Он очень жесткий. И если, например, опухоль сдавливает протоки, то вот этот стенд никак не передавит. Потому что достаточно плотный, жесткий. По нему желчь будет течь в 12-перстную кишку. То есть он там так и останется? Он так и останется. По рекомендации производителей этих стендов, их производителей множество. От двух до шести месяцев примерно. Дальше происходит его естественная облитерация. За счет того, что желчь вязкая, у них есть свои примеси. Растворяется? Что, стенд? Нет, их надо удалять или менять. Если, например, заболевание прошло, произведено какое-то лечение, хирургическое лечение вторым этапом. Ну, если это, например, онкологически больной, и мы провели какое-то лечение, то стенд просто убирается, и все. Пациент знает. Ну, так же, вот, с помощью такой же примерной процедуры? Не полостная же? Нет, убираются они гораздо проще, чем ставятся. А вот такие стенды, это вообще пищеводный, толстый, кишечный стенд. Ну, просто на их примере я бы хотел показать, что бывают еще и бильярдные стенды такие же. То есть, такие же стенды устанавливаются либо в проток поджелудочной, панкреатические, либо бильярдные, которые ставятся в проток печени, в холедах. Чем они хороши? Они гораздо большего диаметра открываются. Если здесь около 3 мм максимально, то здесь до 10 мм. И, соответственно, облитерация вот этого стента, 10 мм, почти сантиметр просвет, наступает гораздо медленнее. Такие стенды хороши для онкологических больных, чтобы этих пациентов, если им не показано оперативное лечение, реконструктивное, не менять каждые, например, 2-3 месяца вот такой пластиковый стенд. А, то есть, достаточно часто меняется? Ну, 2-3 месяца, да, он начинает облитерироваться. Вот такой стенд гораздо дольше, иногда на пожизненной основе остается у пациента. Если заболевание течет достаточно медленно, то вот этот стенд можно один раз поставить, и, ну, человек отпустить, чтобы он уходил домой спокойно и ушел. И нам было спокойно. Ну, и пластиковыми стендами тоже есть тактика, например, лечения доброкачественных структур, когда устанавливается не один такой вот стенд, пластиковый желчный проток, а устанавливается их даже 6 штук, например. И такие пациенты раз в 3 месяца приезжают, часть этих стендов меняется на новые, а часть оставляется, чтобы создать общий каркас. Где-то в протяжении года вот таким образом пациент везется, через год, через полтора стенды полностью убираются. За счет того, чтобы был постоянный каркас в желчном протоке, создан достаточно большого диаметра, пациент уходит уже с дарухом. Что происходит после процедуры? Ну, первый день пациент может себя чувствовать не так хорошо, как на второй и на третий день. Но, тем не менее, мы стараемся после этой процедуры оставлять пациентов в хирургическом отделении, еще раз говорю, под наблюдение, и производить комплексную, еще и консервативную терапию. То есть с профилактической целью мы назначаем антибактериальную терапию, с профилактической целью назначаем препараты, которые препятствуют развитию кровотечения, проводим инфузионную терапию, то есть капаем в вену системы, восполняем дефицит жидкости, либо производим таким образом, ну, опять же, в народе, как говорят, очищение крови. Для чего это нужно? Как правило, еще раз говорю, пациенты поступают экстренные, и если пациент поступил на уровне механической желтухи, у него уровень билирубина достаточно высокий, хоть мы и восстановили отток, но, тем не менее, в кровь уже достаточно много попало билирубин, поэтому нам нужно как можно быстрее пациента вывести из этого состояния. Ну, в таком случае консервативная терапия нам как большой подспорь и выступает. Это хорошо производить в условиях хирургического отделения, опять же. Вы сказали, что процедура практически безопасна, безопасна, но, тем не менее, наверное, есть противопоказания. Кому вы не рекомендуете ее проводить? Ну, противопоказания – это общихирургические противопоказания, например, крайне тяжелое состояние по какой-то соматической патологии, то есть перенесенный инсульт, недавний инфаркт миокарда, либо преклонный пожилой возраст, когда уже пациент, ну, опять же, тоже ввиду множества хронических заболеваний, себя достаточно плохо чувствует. И если в этой ситуации нету экстренных показаний, то плановую операцию мы, наверное, не порекомендуем такому пациенту. Конечно, когда возникнут экстренные показания, там уже будет по-другому разговаривать. Беременным женщинам тоже, опять же, в плановом порядке, наверное, не стоит этим заниматься, для чего. Потому что если не случилось никаких осложнений, тогда наблюдаться и сделать это лучше после беременности. Что касается безопасности процедуры, осложнений есть, еще раз повторюсь, они есть, и достаточно грозные осложнения. Это кровотечение из того места, где мы входим в желчный проток. Как правило, кровотечение останавливается консервативным путем. Мы его вовремя заподозрим в условиях стационара, когда берем кровь и смотрим, есть ли снижение показателей крови, гемоглобина и ретроцитов. Если есть такое снижение, то вовремя начинаем таких пациентов лечить. Это перфорация желчного протока. Стенки протока очень тонкие. И перфорировать его, например, острыми краями камня во время его извлечения или инструментом достаточно, ну, скажем, достаточно просто, но, тем не менее, бывает редко. И осложнением могут быть перфорация двенадцатиперстной кишки. Тоже достаточно редкое, но грозное осложнение. И осложнение, которое мы всегда боимся, это острый панкреатит. Острый панкреатит, который развивается в результате вмешательства на большом додональном сосочке. Ввиду того, что возникает отек слизистой после вмешательства, также может нарушиться отток и поджелудочной железы. Хотя мы работаем на протоках желчных, например, удаляли камень. Проток поджелудочной железы в этой ситуации может возникнуть как осложнение его закупорка вследствие оттека. Но и с этой ситуацией можно справиться, если вовремя, во-первых, начать консервативную терапию, а во-вторых, произвести стентирование панкреатического протока. То есть установить вот такой пластиковый стенд, панкреатический проток, раздвинуть стенки протока отечные и обеспечить отток панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку. Как правило, такие пациенты тоже достаточно хорошо откликаются на терапию и на такое вмешательство. Ну, главное, не опоздать с этим. Это сделать лучше первые сутки, если такое осложнение развилось. Я знаю, что врачи и особенные хирурги категорически не любят такого вопроса. Но мне кажется, что это честно. Вот вы сказали, что провели процедуру, например, ста, да? Более ста человек, да? Вот можете сказать, какой процент осложнений? Вообще, какова вероятность, что они возникли? Ну, процент осложнений, он колеблется, вот, из всех осложнений, которые я назвал, у них процент от одного, там, до четырех процентов примерно процедур. Что касается вот конкретно... Ах, успокаивающийся. Ну, да, не сказать, что много. Что касается конкретно нашего отделения и конкретно наших осложнений, у нас за два года было две перфорации желчного протока, был панкреатит и было одно кровотечение из области, скажем так, входа протока. Пациенты живы-здоровы сейчас? К счастью, да, все живы-здоровы. Ну, и последнее, наверное, когда речь заходит о каких-то сложных медицинских манипуляциях, об операциях, люди сразу задаются вопросом, смогу ли я это оплатить, нет, сколько это будет стоить и так далее. Нет, это я по поводу осложнений. Да. По поводу, могу ли я оплатить. Все процедуры эти оплачиваются в рамках ОМС, то есть достаточно иметь пользу медицинского страхования. Если это плановая операция, вы запланировали, то вы можете прийти к нам, проконсультироваться в нашу больницу, найти меня и просто определиться с датой. Дальше вы идете в поликлинику, берете направление на госпитализацию стандартную, обследование проходите в условиях поликлиники, то есть общая анализ крови, мочи, флюорография, и поступаете к нам на плановое лечение. Либо, если это экстренная ситуация возникла, то есть стало плохо пациенту, пожелтело, боли, тогда пациент доставляется к нам на скорой помощи к нам в больницу. И, опять же, это уже все в рамках ОМС оплачивается. Спасибо большое за участие в нашей программе. Как бы ни были хорошие современные методы диагностики и лечения, мы все-таки хотим быть здоровыми и энергичными. И действительно, как писал французский писатель и философ Мишель де Монтейн, здоровье – это то единственное, ради чего стоит не только не жалеть времени и сил, но и пожертвовать, может быть, даже частичкой самой жизни. Поэтому к малейшим проявлениям неблагополучия в пищеварительной сфере стоит относиться с особенным вниманием. Спасибо за участие в программе. До свидания. Спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин